Издательство Эксмо. Маша Трауб. Или я сейчас умру от счастья. Жена Зябкина. Они дружили ещё с института. Ну, как сказать, дружили. Встречались курсом раз в три или пять лет, чтобы услышать, что никто совсем не изменился ни капельки. Девочки по-прежнему молоды и прекрасны, мальчики бодрые, веселые ещё хоть куда, что годы над ними невластны и все ощущения, как в двадцать лет. Старостой была Каринка. От неё же всегда исходила инициатива встреч. Она завела чат, который поддерживала как ответственный администратор. Время от времени выставляла фотографии студенческих времён, поздравляла Машку с рождением первого внука, а Катюху со статусом свекрови. Не забывала про праздники дни рождения. Именно Каринка задала в чате вопрос. Ребят, а кто с Зябкиным видится? Зябкин, как написала Каринка, давно в чате не появлялся, и она волнуется. Может, что случилось? Телефон сменил точно. Она звонила по старому номеру, абонент заблокирован. А ведь очередная встреча уже через месяц. Зябкина надо найти и поставить в известность. Каринка всегда была очень ответственной. Она ещё в институте знала, кто действительно заболел, а кто прогуливает, у кого роман и с кем. При этом никогда не сплетничала, просто собирала сведения для отчётности. Лена написала, что как-то столкнулась с Зябкиным в парке. Он шёл пешком до дома вместо пробежки. Отлично выглядит, посидел, правда. «Мне нужно с ним связаться. Узнай его новый номер», — попросила Каринка. Лена ещё посмеялась, что староста — это не должность, а диагноз. «Сменил номер? Предоставь новый для связи. Пропал? Сообщи, куда именно и надолго ли». В случае с Зябкиным вопрос, как с ним теперь связаться, был актуальным для многих. Зябкин работал то ли советником, то ли ещё кем-то важным в правительстве Подмосковья и имел обширные связи в разных кругах. Настолько разных, что многие диву давались. Он мог пристроить на госслужбу не только любимого сыночка или дочку-однокурсницы, но при желании и любимого хомячка чада трудоустроить. Через Зябкина детям устраивались стажировки, целевое поступление в институт и прочие тёплые места, включая больницы, детские сады, школы и прочие государственные учреждения. Зябкин никогда никому не отказывал. Конечно, его все любили. Не только за готовность помочь, но и за лёгкий характер, чувство юмора. Кто за что. Зябкина, как говорила Карина, невозможно было не любить. Если Карина всегда чётко следовала правилам, то Зябкин умел их так нарушать, что никому не было обидно, а всем приятно. Даже в институте только Зябкин своим обаянием и личным и весьма близким знакомством с секретарём декана мог добиться, чтобы сменили преподавателя, которого вся группа терпеть не могла. Да сделать это так аккуратно и корректно, что сам препод Зябкина поблагодарил бутылкой коньяка. Зябкин мог поднатаскать по математике сына преподавательницы философии и для всей группы получить зачёт автоматом, и лишь постфактум сообщить, что парня тошнило от одного вида цифр, и занятия продолжались целых полгода. Надо ли говорить, что за это время он успел познакомиться с учительницей математики своего подопечного и найти с ней полное взаимопонимание. Насколько полное лучше было не интересоваться. Но парнишка получил четвёрку в году, а его счастливая мать готова была расписаться не только в зачётках, но и в любом месте, на которое укажет ей Зябкин. Он был службой спасения. Не знаешь, как поступить и что делать? Звони Зябкину. Любую проблему руками разведёт. Его ценили, берегли, как зеницу ока. Когда на третьем курсе Зябкин решил перевестись с философского на юридический факультет, а в его способности это легко сделать, никто не сомневался, вся группа с Кариной во главе уверили его, что без него они пропадут, и он остался. Все любили Зябкина, кроме Катюхи. На втором курсе у них был короткий роман, и Зябкин спокойно совмещал личные отношения с, так сказать, общественной нагрузкой, не видя никаких противоречий и конфликта интересов. Если он на пару дней пропадал с секретаршей декана, то это вовсе не означало, что он решил расстаться с Катюхой. Она его девушка официальная, а секретарша для дела. Надо же проставить прогульщикам посещение. Это же на благо курса. Он же не для себя старается. Катюха рыдала, ревновала, бесилась и спрашивала у Карины, что ей делать. Карина неизменно отвечала, что Зябкин — счастье не только Катюхиной жизни, но и общественной. И лишь благодаря его усилиям их курс считается лучшим чуть ли не за всю историю института, и все получают стипендию. «Ты-то ладно, а подумай о Севе», — успокаивала Катюху Карина. Он в общаге живет. Каждую копейку собирает, чтобы домой на каникулы съездить. Сева слетел со степухи из-за единственной тройки, и Зябкин выбил ему материальную помощь. Ну кто бы мог так сделать? Но Катюха решила не делить Зябкина с общественностью. Наверное, в первый единственный раз он не сделал так, чтобы девушка получила удовольствие от расставания. Так что они даже не разговаривали до окончания института. Позже, конечно, помирились, подружились. Зябкин произнес такой тост на Катюхиной свадьбе, что та чуть ли не из-за стола готова была пойти разводиться. Впрочем, именно Зябкин нашел Катюхе мужа и, можно сказать, сосватал ее. Случайно, конечно, получилось. Но кто знает. Ведь именно он привел своего приятеля в их компанию и подвел Катюхе. Зябкин стал для Катюхи почти родственником. Даже из роддома ее забирал, потому что законный муж попросил оказать услугу. Сам не мог, улетал в командировку. Так что и с крестным отцом для сына Катюхи вопрос был решен сразу же. Ну кто, если не Зябкин? Впрочем, у него было столько крестниц, и крестниц, что только Карина знала точное число. Ну и как крестный отец, Зябкин пристроил подросшего сына Катюхи на теплое место на госслужбе. Работа оказалась мечта, не бей лежачего. С девяти до шести, с тринадцатой зарплатой, полным соцпакетом, талонами на обеды в столовой и прочими радостями государственной службы. Катюха была счастлива и даже попыталась укусить себя за локоть. Не стоило тогда Зябкина упускать. Молодая была, дурная. Сейчас бы, конечно, закрыла глаза на всех секретарш вместе взятых. Кстати, институт ее сын окончил благодаря тому же Зябкину, который и академический отпуск вместо грозившего отчисления устроил, и с военной кафедрой, и с научным руководителем договорился. Не прошло и трех месяцев, как Катюхин сын, опустив свой рыхлый для юношей зад в кресло чиновника, попытался хоть что-то понять в бумажках, разложенных на столе. И Катюха снова стала ненавидеть бывшего однокурсника, практически родственника. А случилось так, что под звуки скрипичного квинтета, игравшего в вестибюле во время обеденного перерыва, Катюхин сын, единственный, ненаглядный, познакомился с девушкой. А спустя буквально полгода объявил матери, что готов жениться. Катюха и глазом не успела моргнуть, как стала свекровью. Избранница сына ей категорически не нравилась. Семью избранницы Катюха на дух не переносила. Сына, который стал говорить словами жены, не узнавала. И во всех бедах, в частности в чудовищном мезальянсе, она, не найдя более очевидного кандидата, обвинила Зябкина. За поддержкой Катюха обратилась к Арине, но та, выслушав, как всегда разумно заметила. «Ну почему мезальянс? Может, это его потолок? Может, именно такую жену твой сын и заслуживает? Вряд ли он привлёк бы умницу и красавицу. Ты же понимаешь, что если бы не Зябкин...» Катюха смертельно обиделась на Карину и даже ушла из чата однокурсников. Карина же не хотела её обидеть, просто мыслила логически и всегда говорила правду. Зябкин с годами не растерял ни доброго нрава, ни готовности прийти на помощь. Он всё ещё отличался неизменно хорошим на грани идиотизма настроением. Его голливудская улыбка, демонстрирующая белоснежные дорогостоящие виниры, удивительным образом оставалась искренней. Зябкин по-прежнему рассказывал пошлые анекдоты от самых древних до современных и по-прежнему легко, бодро и с казмом молодожёна первогодки шёл в ЗАГС. Точное количество официальных браков Зябкина знала лишь Карина, но даже она не могла уследить за всеми его гражданскими связями. В статистических данных Карина также не учитывала несколько посещений ЗАГСов в тот момент, когда учреждение оказывалось закрытым на капитальный ремонт или по причине выходного дня и национального праздника. Брак, продлившийся две недели, Карина тоже не считала действительным. Весь их курс, помимо встреч, организованных Кариной, традиционно собирался на очередной свадьбе Зябкина. К своим пятидесяти годам он был женат, только Карина знает в какой раз, и никто не дал бы зуб за то, что в последней. «Зябкин, у меня нет столько платьев, сколько у тебя жен». Девочки спрашивают, можно им прийти на свадьбу в нарядах, в которых были на твоей четвёртой свадьбе. Почти все могут влезть в те платья, остальные собираются под платье худеть, сообщала Зябкину Карина. «Зябкин, ты портишь мне статистику. Весь курс образцово-показательный, у всех крепкие браки, у детей полные семьи, скоро юбилей института, и наш курс хотят наградить в номинации «Лучший, верный, крепкий», — звонила ему Карина. А ты опять развёлся. «Зябкин, поимей совесть», — кричала она. «Я на подарки по случаю Кристин внуков деньги собираю, и опять ты со своей свадьбой. Я хочу выбирать крестильное платье, а не опять постельное бельё и чайный сервиз для тебя». «Зябкин, я тебя убью». Наташка поругалась с мужем. Светка хочет разводиться. Ты своей очередной свадьбой подрываешь моральный дух нашего курса. Все хотят личную жизнь и звонят мне. И знаешь, что говорят? «Почему Зябкину можно, а мне нельзя?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова